Сегодняшний наш семинар я предлагаю посвятить двум распространенным жутелам классической метафизики. Одно из них состоит, это трансцендентное, а второе это регресс бесконечности. О регрессе бесконечности мы не будем говорить очень подробно. В связи с тем, что у нас есть определенная дискуссия на сайте по поводу трансцендентного, то есть вещи в себе. То этому предлагается сегодня посвятить наш небольшой семинар. Значит, что такое трансцендентное или вещь в себе? А это, по всей видимости, именно то, что в нашем акте восприятия нам дано или не может быть никаким образом. Вещь в себе, как там напомню, это то, что стоит за предмелами предмета. В самом деле, для того, чтобы состоялось событие предмета, необходимо следующее. Первое, это оплеванная форма, то есть у нас в пространстве. И второе, это означает, что некоторые качества и свойства, продуцированные или индуцированные вещи в себе, которые распространяют сознание по некоторой поверхности. То есть, по форме предметности. Значит, оно состоит из двух фундаментальных вещей. Априорного и апостариорного. Априорным выступает у нас форма, форма предметности или пространство. А апостариорным у нас выступает некоторое качество. Точно так же, когда мы обращаемся к Аристотелю, мы говорим, что форма шара делает медь медью. В самом деле, нет никакого такого вещества, считается, трансцендентного нашему акту восприятия, как медь. Его просто нет. И оно возникает именно в тот самый момент, когда форма шара делает медь медью. То есть, говорит Аристотель, из возможностей, медь она существует только возможностей, ее выводим в глубокторанность или в действительность. Но именно форма, то есть форма, дающаяся, в первую очередь, самим сознанием, я так думаю, по крайней мере, что она стоит, я так предупредил, дающаяся всем самим сознанием, выводит у нас некоторое сущие, то есть именно материю, а именно медь выводит в нечто действительное. Ирия, а можно спросить, поскольку мы знаем, что может быть шар медный, может быть шар квадрат, куб, что угодно, то есть есть некий инвариант, независимый от геометрической формы, которую, собственно, мы и называем медью, медностью. Просто форма тебе так нужна вообще. Да, понятно, что ты говоришь, что есть некий инвариант, который в различном возле формах, он сохраняется, именно медью, медность. Но вот тут-то и возникает проблематика философии, которую философия классическая решает однозначным образом. Вопрос, есть ли некоторая сущая, есть ли правомерная гипотеза о некомедии, существующая вне формы шара? Вне формы вообще? Да, вне формы, да. Как ты думаешь, что это чисто мне даже интересно? Вне формы? Вне формы, да. Но она существует сама по себе, но она нам не дана в нашем восприятии. Ну как, а реальность вне формы, действительно, она не существует? Конечно, как бы. Ведь вне некой формы не существует. То есть, более того, значит, говорить о некоторой вещи в себе, да? Ну, это даже не доказало, это же он только высказал пожелание. Нет, просто мне интересно общее мнение по этому поводу. Я считаю, что существует. Ты считаешь, что существует? Да, вне сущую сам по себе. Существует медь сама по себе или нет? Или она всегда дана в какой-то форме? Нет, нам она дана в форме, но это не значит, что она существует сама по себе. Да, можно ли мыслить, не существующая сама по себе? Мыслить не можем. Но если что-то нам не дано восприятия, не знаешь, что этого нет? Нет, ты говоришь, что можно, наверное, там мыслить. Нет, мыслить не можешь. Это не может мыслить, существующая сама по себе? Подожди, мыслить... А, мыслить могу, да. То есть... Как понятие? Да. Ну, как что-то, как нечто. То есть классический подход, как ни странно, философский, он состоит прямо под поломой того, что говоришь ты. То есть классическая метафизика, она утверждает следующее, что мы не можем говорить о чем-то трансцендентном. Если у тебя есть нечто трансцендентное, что это трансцендентное восприятие или чего-то еще, то его и нет. Вещи в себе, это общая распространенная карта. Сначала карта интерпретируется в то, что есть вещи в себе, а потом говорится, ну что это за нелепость такая, какие могут быть вещи в себе. То есть они абсолютно трансцендентно знают, значит их и нет. Это логическое условие просто. Это логическое. Это не то же самое, что сказать. Да, это положение существования вещах в себе, это логическое условие рассуждения о том, как в совершении возникают образы, возникает предмет. Он возникает и в предыдущем состоянии. Вот это вот предыдущее состояние, это состояние мир сам по себе. Когда наши чувства вращаются к этому, возникает новое состояние. Да, вот вопрос, мы можем говорить о мире самом по себе. Ответ классической философии, как ни странно, отрицатель. Не можем говорить о мире самом по себе. Не, ну, если ты под миром самом по себе понимаешь просто то, что называется вещами самими по себе, да? Ты понимаешь, что ты смешиваешь? Не, не, не. Можем ли мы мыслить мир сам по себе? Или существует ли этот мир сам по себе? Потому что в наших рассуждениях есть логическая ошибка. Если мы говорим о негативном... Нет, еще раз смотри. Если мы говорим о том, что наши познавательные способности активны в познавании, они просто пассивно воспринимают. Значит, мы понимаем, что они опосредуют наше отношение с миром. Если они опосредуют наше отношение с миром, если это возникает перед нами как некое стекло, через которое мы смотрим, то, значит, нечто существует за этим стеклом. Это предположение чисто логическое. Да. Что есть мир как бы сам по себе, помимо этого стекла, есть мир через это стекло. Есть такое, но если мы относимся к введению в ноги духа Гегеля, то он вам скажет... Гегеля этого нет, Гегель как раз критикует. Гегель критикует вот с этой стороны Канта. Он считает, что вещь сама по себе является мыслью, и поэтому как бы это предположение смысле существования глупое, но как бы это не существует, потому что на вещь сама по себе есть тоже некая мысль. И вот интересно, что вся классическая метафизика, вот Булат, я только что изложил, повторил то же самое, это возражение Гегеля, по всей видимости, ну не по всей видимости, а практически точно можно утверждать, она разделяет. То есть если говорится, что у нас вещь сама по себе, как некоторое условие, как некая гипотеза, она в самом себе предполагает то, что мы не можем к ней иметь никакого доступа. Следовательно, говорит Гегель, и говорит слезонеплассическая метафизика, ее быть не может. Ну это же натянутый опыт. Во-первых, давайте все-таки Канта и Гегель различим, потому что Канта говорит, что она как бы есть, другое дело, что ты правильно говоришь, что она недоступна. Гегель говорит, что как правильно ты дальше эту логику развиваешь, что если она недоступна, то и предположение такое не нужно. Тут есть некое развитие просто от Канта и Гегеля, не так просто. Причем развитие через Фихта, потому что уже даже вот эти вот ощущения, они превращаются в точку. Материя уже превращается в точку. То есть сначала как бы у Канта в материи представляется как красное, как ощущение красное, теплое, шершавое. Потом у Фихта это уже свой с какой-то точки. И вот у Гегеля это полностью представление нивелируется. Поэтому нам надо взвести это метафизическое аргумент еще раз. Это метафизический аргумент Гегеля, который состоит в том, что если что-то мы не имеем к нему доступа, и принципиально не имеем к нему доступа, то его как бы и нет. И посмотреть, насколько я его называю жупелом, насколько он действителен. Но эта позиция как раз состоит в том, что подобное представление Гегеля о том, что вещи в себе и что-то транцинентное не даже существовать, оно не верно. Ну, в самом деле. Вот наивный разговор, который можно вести по этому поводу. Но в самом деле мы должны видеть, что научное мировоззрение или научное мышление отличается от философского. Философского почему-то подобного аргумента является аргументом. То есть, если мы к чему-то принципиально не можем или не имеем доступа, то его как бы и не существует. Он почему-то считается аргументом. Для науки совершенно это не так. Ну, в самом деле, представим себе какого-нибудь мыслителя 18 века, который говорит, что все наши болезни вызваны каким-то невидимым глазом паразитами. Как, скажет этот человек, который изучал классическую философию, этих паразитов мы можем видеть? Не можем. Они такие маленькие, что глазами они совершенно не видны. Значит, вы говорите, что и принципиально мы не можем курить. Принципиально не можем курить, отвечает ему несчастный пиолог. Тогда их и не эта радостно воскличает метафизика. И просто ваше бессмысленное предположение. Вас восклицает деньги. Да. Назавим пример некорректный. Почему? Потому что вещь в себе принципиально непознаваема. Она не зависит от того, сможем ли мы когда-нибудь познать ее. Понимаешь? Это же неизвестно. Нет, дело не в этом. Дело в том, что она по определению непознаваема. Она непознаваема для человека. Нет, она для человека. Хорошо. Мы можем знать только то, что дано для человека. Еще раз. Игорь, подожди. Давайте все-таки разбирать. Есть непознаваемое имеет два смысла. Первое. Непознаваемое сейчас. Тебе такой пример не нравится? Мы можем помести еще. Нет, подожди. Давай примерно это разберем. Потому что непознаваемый имеет два смысла. Непознаваемое буквально сейчас. Сейчас что-то есть непознаваемое. Наука не знает. Мы не знаем. Для нас, например, непознаваемое. Или для всего человечества непознаваемое. А есть принципиальное непознаваемое? Да. А есть принципиальное непознаваемое, которое никогда не станет непознаваемым. она принципиально непознаваемой так вот и называется вещью СПП но он считает что она является принципиально непознаваемой поэтому когда ты приводишь слушай мне это по определению это так ты как будто ерунду говоришь ты говоришь что вещи в себе существуют а потом я к нему присоединяю к вещам СПП которые сами к себе существуют другое определение а определение в себе состоит в том что находится по ту сторону нашу познаваемую с точки зрения человеческой логики и вещи в себе на сегодняшний день непознаваемые. Но это не значит логика. Да ты ему еще раз говорю, логика в чем состоит? Не вещи в себе сначала есть, а потом вдруг еще у них есть такое определение, что они непознаваемые. Наоборот. Все, что непознаваемо, все, что находится по ту сторону нашей возможности, называется вещью в себе. Наоборот. Вы можете сказать, что вещи в себе непознаваемые это синонимы. Так, а вот теперь посмотрим, например, на более сложный, более рафинированный пример, который, скажем, связан в физике с понятием калибровочной вариантности. Что вон состоит? Что физика, как мы знаем, в своей практике имеет дело с полями, то есть с силами. Есть у тебя пробное тело, и ты сила на ней в какой-то день, что, например, пробное тело у нас заражено, либо здесь вот некоторая сила, с точки зрения электромагнитного поля, правильно, да? Согласны с вами? Но тем не менее, мы знаем, что электродинамика формируется в терминах потенциалов. Это что означает? То есть потенциальная энергия, скажем, да? Каждой точке приписывается потенциальная энергия. А силой делаются какие-то математические операции из нее. Простой. Простой математической операции. Это мы поставим математическую дифференцию для эквендационного поля, обычного Ньютонского, дифференцированного. Простой математической. Точно так же оказывается, что у тебя, я помню, я помню, я всем рассказываю про эффекты Аронова-Бома, что у тебя есть так называемый векторный потенциал. Этот векторный потенциал утверждает физика. Он принципиально не наблюдаем, сам непосредственно, говорит физика. Почему принципиально наблюдаем? Потому что он всегда входит под знаком интеграла по контуру. Согласны во всем я считаю. Он входит под знаком интеграла по контуру. Что это означает? Что если мы к этому вектору А прибавим какой-то любой произвольный вектор фиксированный, то интеграл по контуру от него он будет всегда тот же самый, он не будет его замечать. Поэтому мы с контуром можем с этим векторным потенциалом работать совершенно произвольно. Мы можем добавлять от него произвольный постоянный вектор. Согласны? Почему интеграл по контуру от постоянного вектора равен нулю? Понятно, да? Потому что ты туда пошел, у тебя одно получилось, а пошел обратно, у тебя получилось то же самое, но со знаком минус. И эти две части, но контур же. Хоп, хоп, хоп. Ты по контуру ходишь, пошел туда, ты умножаешь расстояние на этот самый вектор. Пошел обратно, ты умножаешь это расстояние со знаком минус на тот же самый вектор. Вот эти две суммы, они у тебя вычитаются. Поэтому ты к любому калибровке можешь добавить. Поэтому физика выглядит следующим образом. У нас есть некоторый потенциал, то есть некоторая величина, которую физика считает принципиально ненаблюдаем. Ну, кстати, к вам ты физик-то не считаешь. Я об этом скажу. Что у тебя является некий потенциал, который является у тебя принципиально ненаблюдаем. У тебя физика вся формулируется в величинах, которые считаются постоянно ненаблюдаемыми. Но помимо того, туда еще входят некоторые условия, которые говорят, почему этот самый потенциал принципиально ненаблюдаем. Например, для обычного калибровного постоянного у нас говорится следующая вещь, что мы его определяем с точностью до аддитивной величины. То есть любую энергию мы можем отчитывать от любого произвольного уровня. Почему? Потому что мы работаем силами, а сила это производная, а производная от постоянного некоторой аддитивной величины а она нул. Понятно, да? Поэтому мы говорим с точностью. Точно так же у нас есть произвольные калибровочные условия для физики. То есть у нас мы можем вводить некоторые величины, которые являются принципиально ненаблюдаемыми. Именно принципиально ненаблюдаемыми. То, что мы их не можем, мы принципиально ненаблюдаем. А зачем такие сложные примеры? Какие расстранства? Единицы принципиально наблюдаемые. Единицы. Просто вот наверное самые математические единицы. Реугольные. Это просто, когда Кан говорит о вещей себе, это относится только к созерцificialу. Когда говорится о понятиях, то там кучи есть понятия, которые никак не наблюдают. Я могу даже сказать, значит, что единицу в каком-то смысле мы видим? Правильно. Но только мы единицу и мы видим, точно так же и как понятие причины мы видим. Почему? Потому что понятие — это инструмент, с помощью которого мы бы себя знаем. То, что ты говоришь математикой, то, что видишь, что что-то ненаблюдаемое в этой математике, это вопрос никакого отношения к вещам к себе вообще не имеет. Потому что вещи в себе определены только в созерцании. А в отношении понятий, всяких конструктов, они никакого отношения уже вообще не имеют. Вещь в себе — это все-таки у тебя понятие некое. Когда Кант раскладывает эту самую ситуацию на плевную постеревную составляющую, он имеет дело с понятием. А почему? Потому что мы как рассуждающие рассуждаем в понятиях. Поэтому вещь в себе является понятием. И он везде работает с понятиями. Но мы эти понятия маркируем в некую реальность. И с помощью него пытаемся маркировать реальность. Как и с потенциалом, тоже при помощи потенциалов. Правильно, правильно. Только разница стоит в том, что он говорит, что эта промаркированная реальность наблюдается в созерцании. Откуда мы берем данность? Мы берем ее в созерцании. А ты говоришь о том, что у нас еще есть совокупность, а у нее же потом еще рассудок же есть, да? В рассудке много понятий. И все эти понятия естественно тоже ненаблюдаемы. Понятие причины ненаблюдаемое там, понятие… Ничему? Как понятие силы? Понятие силы же наблюдаемое. Не, не понятно. Понятие причины… и прямо сейчас у всей воды выглядать что möglichst только назад ещё раз ислов segunda промаркировал реальность есть понятие по Certific brothers не оформляет да не понять хорошо моих о Bundesliga его значит наверно ради понятия. – Ну, наверное, допустим. – А сила – это понятия ради понятия? – Сила – это все-таки, наверное, уже понятие, которое маркирует реальность. Есть понятия, которые реальности маркируют. – У тебя рассказ ты будешь делать что-то, что тебя маркирует, понятие, что не маркирует. Это разговор, который… – У Канта, во-первых, если мы говорим о Канте, а вещь себе какой-то разговор относится к Канту. Кант сам различал, как и две ситуации. Ситуацию социализации – это рассудок. Рассудок постигает реальность понятия. – Нет, мы… – А ты сейчас перешел от задерцания к понятиям? – Ну, не важно. Я перешел к тому, что можешь ли ты говорить о чем-то трансцендентном принципиально или не можешь. Принципиально – то есть нет. Вот у тебя понятия карибовочной информированности, оно тебе кажется понятием… – Можно много понятий придумать всяких. – Да. – Очень много можно придумать всяких понятий, которые никакого отношения к реальности не имеют, которые как бы в реальности ничего не маркируют, а которые являются чисто понятием. – Потенциал не имеет никакого чистое понятия, является ничего в реальности не маркируют. – Ну… – Да? – Ну, я не знаю. – Наверное, кто-то зал до маркируют. – Много шанс маркируют. – Много шанс маркируют. – Ты делаешь силы, на его основании строишь. И стоишь силы этого дела, что еще что-то маркируют? – Как вещь себе? – Это не то, что строишь некоторый конструкт, который так говорят временным языком, в действительности что? – Это маркирует. – Еще раз говорю, есть понятия, которые что-то маркируют. – Хорошо. – Есть понятия, которые ничего не маркируют. – Ну… – Выводить из того, что понятия, которое ничего не маркируют – это есть вещь себе, это… – Нет, я тебе еще раз говорю. не Маркируют или нет? Мы многое математик но пространство магомерное Она что-то магомерное Это чисто математический конструкт This is plain It's breakfast It'seminente опосредованное имеет что значит опосредованное это значит, что через другие в двухмерном комплексном пространстве это правильно, это математический конструкт мы выстраиваем понимание реальности через всякого рода конструкты, через понятия в том числе через математические никакого отношения к разговору о вещах себе здесь просто нет мы можем придумать эти конструкты совершенно произвольно насколько нам хватает нашей фантазии понимаешь? тут никакого отношения просто вообще разговора нет мы ушли от разговоров в dedicated раз, когда покидаем созерцание покидаем, все, мы доедем оказывается, в старстве понятия и можем понятия там как угодно контролировать понятие колебовочной вероятности в понятии колебовочной вероятности у меня включено две вещи первое, то, что из нее можно получить нашу реальность и второе, то, что это понятие не является наблюдаемым на практике тогда мы говорим о делах колебовочной вероятности У тебя есть понятие потенциала, с одной стороны у тебя потенциал есть то, чего изготавливается у тебя сила, сила и поляси, а с одной стороны... Ну Игорь, мне больше всего поражает, вообще людей не останется, реальности не будет, реальность как была, так и будет. А ты вообще не о том говоришь, ты понимаешь, о чем он говорит, это объясните мне, вы поймите одно, есть реальность, реальность есть, а есть как бы наши понятия. Мы понятия можем придумывать достаточно произвольно, совсем произвольно, но достаточно произвольно, из того, что найдутся понятия, которые... Вещь в себе это понятие, блин, или... Вещь в себе это понятие, правильно, но она маркирует реальность, вот в чем разница. А есть понятия, которые реальность не маркируют, есть просто понятия, которые мы используем только как понятие. Например, слово понятие, что она маркирует, маркирует реальность. Хорошо, хорошо, потенциал, он у тебя маркирует, маркирует у тебя реальность потенциал? относимся к математическим объектам говорить о том что отдельно взятый математический объект что-то маркирует это некорректно потому что от этого года ещё раз я entscheю почему это мужчина в средте надо разбираться математика существует подаете отдельно взятой части математики не существует вся математика существует как в единый контекст crux что я еще раз хочу сказать что когда мы говорим вам надо сначала понять каким образом этот потенциал мы переносим реальность как мы с помощью потенциал что-то там понимаем маркирует у нас а не маркирует что-то но и хорошо дальше что хорошо я просто надо понять хорошо логика со своей следующим если мы нашли какую-то часть это на нашего наших конструктор понятий которым мы не находим никакой маркировки ни о каком отношении к еще в себе не имеет это просто на самом деле это наша конструктивная возможность придумать такие вещи которые не имеют никакого отношения к реальности которым более того могут быть реальности даже в реальности использованы в итоге потому что все наши конструкты они не являются самостоятельными они являются что они являются только орудиями они являются орудиями познания главное, а вещь в себе у тебя... понятия у тебя... можно мыслить вещь в себе или нельзя? Игорь говорит, что нельзя. Я говорю, что вещь в себе мыслить можно. Вещь в себе. Игорь не говорит, что вещь в себе мыслить нельзя. Он в вступлении в фенологии духа он тебе говорит, что ситуация когда у тебя есть в себе потом у тебя есть наблюдаемая действительность и потом сознание то есть вот такая штука она у тебя принципиально невозможна. Ни такого он не говорит. Ты неправильно его понимаешь. Что органы чувствуют, это не некоторая среда, сквозь которую к нам вдывается предмет. Он говорит, что такая постановка вопроса некорректна не в том смысле, что логически она некорректна, а что она не дает результата. То есть так же он... ведь там же он приводит потом пример как бы в другом месте. Объясняем, в чем тут дело. Нельзя. Это все равно, что потребует перед тем, как пуститься в плавание, потребует от себя, чтобы перед этим научиться плавать. Понимаешь? Что познавание это не такая вещь, что можно сначала научиться и сначала изучить способ, каким мы познаем, инструмент сначала изучить. Дает ли он нам истинно, чтобы потом уже этот инструмент, с помощью этого инструмента познавать что-то. Понимаешь? Познание это такая вещь, которая просто сразу переходит. Ну вот тут у тебя... за познание или для чего еще? У тебя понятие вещи в себе критикуются или не критикуются? Критикуются не само понятие. Понятие же ведь оно понятное. Ну хорошо, не понятие. Вот это представление Канта о том, что у тебя есть вещь в себе. Критикуются сама постановка проблемы. Говорится о том, что такая постановка проблемы является неэффективной. Она является бесполезной, потому что она не дает результата. И поэтому ставится другая постановка задачи. А почему она не дает результата? Потому что вещь в себе непознаваема. Какой смысл вводить нечто непознаваемое? Да. Именно потому. Какой смысл вводить нечто непознаваемое? Да. Точно так же... Тем не менее, как бы... Точно так же хорошо. Мы скажем о понятии потенциала. Какой смысл вводить потенциал, если он принципиально является физически ненаблюдаемым? Ну, я же еще раз сказал, что... Какой смысл вводить потенциал, если он принципиально не является физически наблюдаемым? Да. А какой смысл вводить слово понятие, если он принципиально ненаблюдаемым? Смысл аистинный вообще. Ну, как бы, то еще и по потенциалу. Он относится с каким-то другим понятием, а эти другие, с помощью него. Каким он другим? Он имеет отношение к прямой... Понятия не существуют само по себе. Понятия не существуют само по себе, они существуют в системе. Есть как бы понятия, связующие другие понятия. Еще раз говорю, мы много вводим понятий. Точно так же ты делаешь картинку, ты взял некоторую картинку как ад. Картинку, где у тебя есть восприятие приемное, построенное составляющее. Для того, чтобы эта картинка была доступна и простой, вводишь понятие вещи в себе. Никто не спорит. Он не критикует саму ведение этой позиции. Он говорит, что для нужд философии, как он ее строит, не нужно такое понятие. Не нужно. То, что тебе нужен потенциал для твоих задач, ну и пожалуйста используй. У меня, может, что для картинки, которые строит Кам, и которые он и Литша объявляют недействительные. Для этой картинки нужна вещь себе. В самом деле, медь это то, что сохраняется в медном и кубическом шаре. В шарообразном медном куске и в шарообразном медном шаре. Никто не борется с понятием, глупо бороться с понятием. Понятие введено логично, тут никакого противоречия нет. Таким образом мы можем мыслить как некоторую вещь себе, как нечто самостоятельное, как нечто действительное. Семинар превращается просто в свалку. Тебе нужно понятие потенциала, а какому-нибудь другому человеку не нужно. Хорошо, не нужно. Один человек плотник, ему что там нужно? Ему нужно ходить по воде, а понятие вещи себе ему не нужно. Есть постановка вопроса, каждый ставит свою задачу по-своему. Один формулирует в своей постановке вопроса, маркирует его с помощью слов. Потом эти слова превращаются в понятие. И он в них работает. Другой это все делает по-другому. Он это критикует, допустим, предыдущую точку зрения на каком-то основании и строит по-своему. Третий по-третьему и так далее, но в любом случае. То есть никакого отношения к разговору вещать себе не смеет. Критика Гегеля и Канта состоит в том, что ему просто для него функции вещь себе не нужна. Да, не нужна. А чисто психологически? А почему? Одним нравится, другим не нравится. Это не психологический разговор. Но за ним все-таки стоит некоторая конструктивная критика понятия вещи в себе. Да, именно так. Так вот мы и говорим, что конструктивной критики в этом самом деле нет. А есть ситуация, что когда мы спокойно мыслим, эти постоянно занимаются физикой. Но физика делает это гораздо хитрее. Она не только говорит, что есть некоторые понятия, некоторые физические сущности, которые мы не можем принципиально наблюдать. С одной стороны. Но с другой стороны, говорит она физика, мы можем рассмотреть условия их ненаблюдаемости. Этим условием является понятие калибровки. Согласны, Стас? Что калибровка это является условия ненаблюдаемости потенциалов. На самом деле, это не очень удачный пример. Нельзя сказать, что потенциал совсем не наблюдает. Стас, ты заходишь уже в физику до конца 19-го века. Мы пока не ходим туда. Я хочу туда сходить, а потом следующим шагом хотел исчезнуть. Как и биолога 18-го века. На самом деле, сама постановка вопроса, которая ты ставишь, неправильна. Из того, что есть понятия, которые ненаблюдаемые, никакого отношения к вещам в себе нет. Ты хочешь сказать, что не то, что есть понятия, которые ненаблюдаемые, а есть понятия, которые соответствуют ненаблюдаемым предметам. Ну, таких понятий очень много и не в математике, а в других всяких вещах. Очень много таких. Вот вещь в себе – одно из таких. Ну, и что? Одно из таких понятий. Что удивительно, что некоторые понятия не наблюдают. Гекель отвергает понятия вещи в себе на том основании, что она принципиально не наблюдает. Нет! Я же тебе еще раз сказал, ну нет, ну ты меня не слушаешь. Я же тебе объясняю. Постановка вопроса такая. Она не дает результат. Просто результата не дает. И поэтому для того, чтобы получить результат, ей надо построить систему новых, просто переформулируются задачи. Как это дает результат? Возможно, все можно сказать, что Бог есть. Нет, надо по какому парню перейти к тому, что говорит Гекель. Что он с Шестлей дает результат, а какая постановка дает результат? Да, и почему она не дает результата? Нет, я считаю, что Гекель критикует понятие вещи в себе на том самом основании, что это понятия соответствуют чему-то принципиально наблюдаемому на опыте? Нет. Потому что понятие слой, я же постоянно говорю, понятие, понятие, науку это наблюдается, не наблюдается. Понятие вещь это в себе или понятие для себя наблюдается науку быть? Я тоже не знаю, где оно там наблюдается. Понятие для себя бытие, в себе бытие. Все это наблюдается? Подожди, еще раз говорю. Это все понятие. Что ты нам рассказываешь? Понятие, в смысле того, что для себя бытие и в себе бытие... Хорошо, я тогда не очень понимаю. У тебя получается, что некоторые понятия наблюдаются? Не понятия, а вещи, которые описывают эти понятия, наблюдаются на опыте. Потенциал это понятие, но есть некий конкретный физический потенциал. Но ты не послушай себе, что ты говоришь. Ну вот это же странно, понятие специально для того и придумано, это как инструмент, с помощью которого что-то понимают. Конечно, любое понятие можно применить. Но они описывают те самые вещи, потенциал же описывает некоторую вещь, потенциал, которые принципиально на опыте, по физике, не оторваны от других понятий. Еще раз говорю, понятия не оторваны от других понятий. Поэтому среди прочих понятий может обнаружиться понятие, которые не описывают непосредственно нечто наблюдаемое. Например, такое понятие является понятие-понятие. Оно не описывает никак ничего наблюдаемого. Оно описывает сами понятия. Понимаешь, это про диалектик. Оно не описывает ничего наблюдаемого. Оно описывает понятия. Есть нечто, что мы называем понятиями, которые есть, безусловно. Есть самый простой. А понятие «вечи в себе» описывает вещь в себе, согласен? Оно относится. Понятие «вечи в себе» говорит о «вечи в себе». Вещь в себе может ли она существовать? Можем ли работать с таким конструктам. почему нет? можем работать мы, принципе, можем работать ПО ЧИМ НЕТ, можем работать, так как это работает? Можем работать проблемы здесь никакой Можем ли мы его отрицать на этом необходимости? Можем ли мы его отрицать на том 서�hem Арияぁ, как можно отрицать понятие тоまぁ Bad Change, ты об этом ерунде owi без себя можем ли мы отрицать McNamara things вот БОХ например Ooh можем мы это отрицать? синхонroyable БОХ quello Другие скажут, что такого понятия нет Другие скажут, что у них есть что-то смысл Можем ли мы отрицать существование абсолютно трансцендентного? Не можем, оно есть Не можем отрицать Инцидентное есть А мне философии, как таковой, трансцендентного нету Ничто не существует но тем не менее мы можем его легко обсуждать ты как ты не понятно посылка нет ничто это то что у тебя есть и на есть как ничто ничто почему нет ну и что существует форма бытия понять это вам вышли еще раз вам и тебе говорю чтобы их слово наблюдать неправильно понимать наблюдать можно только вещь и свойства вещей наблюдать понятия никак нельзя понять это такой способ каким мы нет вещь в себе это у тебя потенциал у тебя это вещи и чистое понятие понятия что это вещь так называемый что это вид сущего что это понятие которое соответствует виду сущего правильно так там то мы состоит что в случае представляет собой если потенциал речь идет допустим некое некое распределение этих плотностей но он не существует и не потенциал оними само распределение как в атмосфере понимаешь чтобы меня самого распределения существует потенциал это способ какие это распределение писать это понятие с помощью которого мы понимаем что это этому поводу понятно это способ каким мы понимаем у нас есть и зап 1980 и Б arsenи вам поведение сетка с помощью установки формきます и 4 примерно соответствуетcut81 синей понятие мира это не понятие слову хорошие слова слова слава помести theological хорошо очень много оно знаешь существуетええ фирм фирм тебя есть по нитке эфира? Но у тебя эфир есть? Некоторые доказывают, что есть, а некоторые докажут, что нет. Так есть он или нет все-таки? А теперь представь себе, что возникли понятия, понятия чего-то. Не того, что эфир, который ты можешь потрогать руками по-моему физически. Еще раз беру. А в том смысле, мы превращаем понятия чего-то, некоторые вещи, некоторого сущего, вида сущего, которые принципиально не наблюдаемы в опыте. Принципиально не наблюдаемы в каком-то опыте. Но понятия сами по себе не наблюдаемы, любые понятия не наблюдаемы в опыте. Понятия не наблюдаемы, только вещи и свойства вещей. У тебя потенциал, в отличие от понятия эфира. Физики говорят, что эфира нет. А потенциал есть. Я не понимаю, что ты говоришь. Эфир – это понятие, с помощью которого ты достигаешь некое свойство вещей. А эфир – это не понятие? А это штука какая-то у тебя? Горшок. Горшок. Где понятия? Понятия. Еще раз говорю. Есть понятия… Ты торопишься каждый раз. Есть понятия, которые реальность маркируют, а есть понятия, которые являются инструментальными, с помощью которых мы понимаем. Мы можем сказать слово «объект» и маркируем тем самым реальность. А можем вместо слова «объект» говорить, допустим, «причина». Понимаешь? С помощью причины мы понимаем, как объекты между собой соотносятся. Есть маркировка реальности. Понимаешь? Это один и понятийный аппарат. А есть понимание этой реальности. Есть понятие, как способ присвоения реальности, делание их нашим. А есть понятие, с помощью которых мы связываем то, что присвоили, некую единую картину. Например, такой единой картиной для нас сейчас является математика. С помощью математики мы теперь связываем реальность. И на этом живет физика. Физика теперь понимает реальность сквозь сетку, которую дает математика. Математика – это чисто понятийный аппарат. И из того, что внутри математики есть какие-то объекты, которые не находятся никакого места в реальности, не ездят… Я не отзывал. У тебя понятие, вещи в себе – это дело вкуса, использовать его в физике или не использовать? Это не дело вкуса. Не дело вкуса все-таки. Понятие, вещи в себе, стандартное понятие, такое же, как и Бог, и многие другие понятия. Это понятие, как таковое, корректно? Корректно. Хорошо. Я тоже это хочу сказать, что это понятие… Оно всегда было корректно, никто его вообще не отрицает. И Гегель его как понятие не отрицает. Поэтому его нельзя отрицать, это существование вещи в себе, на том основании, что подобный рода конструкт некорректен. А кто такой говорил? Гегель. Нет. Ну ты говорил только что, Влад, что на основании понятия вещи в себе невозможно двигаться дальше. Я так не говорил, это Гегель. Гегель так говорил. Гегель так говорил. Гегель так говорил. Я еще... Гегель так говорил, да. Гегель ставил вопрос философии по-другому. Причина его неконструктивности, он говорит, то, что он описывает некоторую действительность, которая ненаблюдаема принципиально. Нет. Не так. Совершенно не так. Просто оно не дает ничего, оно является неэффективным, но из него ничего не получается. Оно остается пустым. Ну, можно добавить, как это, вещь себе, новое пустое понятие. Что оно дает нам? Оно ничего не дает. То есть, оно просто пустое и совершенно ненужное? Оно ненужное для личного его построения. Для построения Канта оно нужное. У Канта все там нормально тоже построено. То есть, нельзя Канта критиковать и отвлекать в том смысле, что у него в философии есть вещь в себе? Нельзя, конечно. Ну я тоже считаю. И более того, могу сказать, что гей это философ и не придурок. Он тоже считает, что нельзя. Он тоже прекрасно понимает, что это за понятие. Это понятие прекрасно, что это такое? Фиг, дошельненький. И современные все философы, что это такое понимают. Да нет, просто так понимать-то это не может, но у тебя, ты можешь ствовать философию на основании некоторых понятий, которые принципиально являются, Конечно. все понятия математики которые описывают принципиально необлюдаемого действительного все понятия математики многие понятия математики я просто с этим совершенно здесь соглашусь тогда я тоже примерно это хочу сказать и что тогда получается что понятие вещи в себе не является жупелом этой философии оно является совершенно корректным понятие обычное понятие просто всего возможно сколько угодно то есть вещь себе не очень нечто корректным на основании которого можно строить понятие бог ну я говорю что чем проблема Понятия на любом понятии можно работать, если она имеет смысл и соотносятся с другими понятиями. Как это? Ну и все. Понятие первой причины. То есть получается, что понятие мир как целое. Можно понятие такое использовать? А такая функция как регресс-бесконечность, это нормально? Чего-чего? Регресс-бесконечность. Регресс-бесконечность плохо тем, что он показывает, что рассуждение построено неверно. Это одно из возражений в рассуждению, а не понятия. Но это понятно, что рассуждение. Просто если в рассуждении возникает регресс-бесконечность, это означает, что рассуждение где-то имеет ошибку. Потому что рассуждение не должно быть такого. Потому что рассуждение должно заканчиваться. Если рассуждение не заканчивается, если каждый раз возникает новая итерация этого же самого рассуждения, значит рассуждение впало в противоречие. Это проблема рассуждения, а не реальности. Потому что рассуждение не может быть итерациональным, понимаешь? Должно иметь одну операцию, а не много. Математика, она может быть итерационной? Может, математика может быть. Дело не в этом, просто дело состоит в том, что понятие, вообще говоря, понятие бесконечности, понятие итерации, эти понятия можно использовать в математике. Да, и в том числе и дурной бесконечности. В том числе и дурную бесконечности, любую можно бесконечности использовать. тем не менее, как бы, это является возражением философии. Да. Это является возражением философии. В этом разница! Вот второе наше жупело есть, которое у нас дурная бесконечность или итерация. Для математики является совершенно нормальным. А для философии это является некоторые возражениям и указанием на неверность рассуждения. Да! Именно так! То есть, мы таким образом, одно, это не согласился, что является жупелом. Одно жупел... Я могу привести к бесконечности. Еще раз, могу привести к другому примеру. Один из этих, это, давай я скажу примерно. Значит, что такое, я назвал доклад, как бы два жупела. Один из жупела философских, это так называемый рекресс бесконечности. Когда у тебя, ну понятно, что происходит. Тем не менее, эта дурная бесконечность для математики является чем-то приемлемым. Математика с ней умеет работать в различными способами. И то, что является для философии указанием на неверность рассуждения, для математики является некой гипотезой, которая является в дальнейшем очень продуктивной. Точно так же я приписывал Гегелю, был он со мной здесь не согласился, ту позицию, что понятие вещи в себе для классической метафизики является запретным. Потому что вещь в себе является нечто, к чему мы никогда не можем иметь доступа. И на этом основании Гегель говорит, что использовать такой функции. Ну я тут описывал, Гегель, Гегель в кавычках подоставит, да, вот так, в кавычках вставит, в кавычках. Это действительно. Тем не менее, однако, это не так. Мы можем работать с понятием вещи в себе, или с понятием некого находящегося за нашим восприятием его всего лишь индуцирующего предмета. И такое представление, оно является, не представляется корректным. А его отрицание философии является не больше, чем Жупином, подобно регрессору бесконечности, который является первым Жупином классической философии. Регресс бесконечности, это рассуждение о поле Зенона, что движение невозможное. Точно такой же и регресс. Но это не имеет возражений, еще раз говорю, не имеет возражений с точки зрения... То есть, это возражение чисто как по философски. Да. Для философов оно являлось жупелом и ужасом. Да, причем жупел и ужас? Это просто обыкновенная постановка вопроса. Да, по крайней мере, вот этот самый регресс бесконечности, который существует в опоре Зенона, для философов являлась проблематикой некоторой. В то время как для нормального математика это не является нисколько проблемой. Мы даже не можем понять, чего там философы были недовольны часто, с нашей позиции, основной на дифференциальном исчислении. На самом деле, Саша, в чем там может быть проблема? Вот сейчас мы так сидим, получивший школьное образование, и не можем понять, в чем была проблема у ребят. Я не могу объяснить, в чем проблема была. Я, на самом деле, если честно, математика ведь ничего не решила. Мы же говорим о том, что она решила, и все, и мы как бы... На самом деле, мы просто сделали некий скачок. Мы перешли, и мы же посчитали, что актуальная бесконечность, в конце концов, кончается. Да? То есть, сам факт, что бесконечность кончается, это же некая как бы странность? Нет, сумма, бесконечная сумма малых, не бесконечная сумма малых, а вот, конечно, есть последовательность. Может, иначе этот предел. Не торопись, ты таратуришь, таратуришь. Мы же занимаемся не тем, чтобы про таратуришь что-то, мы пытаемся что-то понять. Что такое, когда Киелес пытается догнать Хилиппу? Он совершает некую последовательный ряд действий. Возникает некий ряд. Он половину расстояния пробегает, потом там четверть пробегает и так далее. Возникает некий ряд. Это актуальная бесконечность? Это не актуальная бесконечность, потому что мы актуальны, если, условно говоря, представь себе бесконечную Вселенную, где там звезды, звезды, планеты, планеты. И как бы она вся плоская, она такая вся, совершенно никакая не замкнутая. Вот это актуальная бесконечность, потому что планет бесконечно много, звезд бесконечно много. Стас, это вроде же физик. Ну подожди, дай ему сказать-то. Ужас какой-то. Ну хорошо. Там и есть. Актуальная бесконечность, это когда движешься бесконечно. Ну что ты, Стас, ну что тебе, когда мы движемся бесконечно, сколько можно отрезок делить? Бесконечно, будешь сидеть и делить, и никогда не остановишься. Это и называется актуальной бесконечностью. Это называется дубной. Хорошо. Нет, слово, оставь слово, это актуально себе. Есть бесконечность. И эту бесконечность человек преодолеть не может. И мы делаем скачок. Мы делаем скачок, придумаем бесконечно мало и говорим, что все. Вот есть бесконечно мало, мы как бы там это как-то преодолели скачком. Есть некая бесконечность. Бесконечно называем бесконечность деления. Эту бесконечность преодолеть нельзя. Так это бесконечность деления. То у тебя и время деления, это соответственно становится все меньше, меньше, меньше. Это не важно. Важно то, что она бесконечна. Процесс этот бесконечный, потому что каждый раз, вот если бы ты был настоящей физикой, каждый раз возникает итерация деления. И сколько раз итерацию деления можно повторить? Да бесконечное количество. Правильно, об этом и идет речь. И что из того? И это с того и речь идет о том, что он реально прав, первых. И я думаю, что ты умнее всех. И что? Нет. Поблемы дальше, о чем говоришь? Хорошо. Почему Ахиллес не может догнать чего-то? Подожди, я делаю не Ахиллесичный пакет, ты это скажешь? Ахиллесичный пакет и другие вообще-то говорят. Он начал говорить про звезды. Мы все настрожили уши, усиленно слушаем. А ты начал говорить, что это какая-то гентабельская... Ты что хотел сказать про звезды? Там действительно актуальная бесконечность. Это совершенно реальные куски, какие они бесконечно малые, они бесконечные, бесконечные, бесконечные. Философия и вообще говоря, и математики, актуальная бесконечность, называется такой процесс, который нельзя завершить. во времени. У тебя не актуальная бесконечность. Ага, во времени. А ты докажи, что его нельзя совершить во времени. И каждый раз у тебя время-то тоже сокращается, точно так же сокращаются пуски отрезков, так же время сокращается. Дело же ж не в этом. Дело не в этом. А почему не в этом, мне казалось, как раз именно в этом? Дело состоит в том, что процесс, итерационный процесс бесконечен в принципе, и он не может завершиться. Дело не во времени, но уменьшается в времени. Ну и хорошо, после тебя не может, ну делишь ты. Почему у тебя на этом основании, Хиллес не может догнать черепакт? Ну да. Нет. Хиллес не может догнать черепакт в том смысле, что такую бесконечность преодолеть нельзя. Бесконечность – это как преграда, которую нельзя преодолеть. Почему? Понятно. Нет, я не говорю про реальность. В реальность они прекрасно понимают, что Хиллес догонит черепакт. Они проблемали. Мы просто не видим, мы все дружно сейчас в нашей позиции обучились в детстве дифференциальным вычислением, для чего не издавал ему смысл. Мы не видим проблематику, которая даже для Гегеля являлась существенной. Ну давайте еще раз, давайте проще. Вот мы будем делить отрезы. Взяли отрезы как бы, делим попалку. Это итерация? Да, потом еще попалку. Итерация? Да. Из-за того, что она вводится как итерация, это деление может продолжать бесконечно. Да, может. Правильно? И завершить мы его не сможем никогда. Хорошо. Если мы будем постоянно делить, мы не сможем его завершить. Да. Вопрос состоит в чем? Именно такую бесконечность мы каким образом можем преодолеть? Только тем способом, что мы введем понятие бесконечно малое. То есть мы одну бесконечность заменяем другой. Мы не можем этот процесс завершить, не можем для древних это было возражением. Вот атомизм на чем основа? Атомизм основан на том, что в конце концов, когда-нибудь дробя вот так отрезать, мы дойдем до атома, то есть до неделимого? Или каждый раз будет возникать вот эта итерация заново? Да. То есть либо есть конец этого дробления, то есть то, что называется атом буквально означает неделимый, либо он продолжается бесконечно. Сеноновский аргумент состоит в том, что доделить это будешь до бесконечности. Здесь не сеноновский аргумент. Это отношения. Отношения. Давайте балаган не превращать. Ты, вместе с каждым, но кто скажет. Кто будет превращать всего балаган? Никто не сомневается в том, что Ахиллес догонит черепаху. Таких дураков не было. Вопрос идет о рассуждении. Есть проблема рассуждения, а не проблема никакого. Другой проблемы нет никакой. То, что Ахиллес догонит черепаху, это никто не сомневался. Ни Зенон, никто после Зенона. Никто не сомневался. Не надо думать, что они придурки. Вопрос состоит в следующем. Понятие этой вещи. Где здесь аргумент будет? Где вокруг Зенона аргумент в том, что Ахиллес не может догнать черепаху? Она состоит в том, что Ахиллес, говорит Зенон, черепаху догнать не может. Как? Как? Говорят ему, слушайте. Да может он догнать, мы же знаем, что она ее догоняет. А вы послушайте меня, говорит Ахиллес. И начинается. Да, Зенон. Но это одно и то же. Зенон тоже догонит черепаху. Вопрос. Он не имеет отношение к рассуждению, к философии. Он не имеет отношения к жизни. Поэтому мы поняли. Мы не видим доказательства в рассуждении их. Проблемы в рассуждении никто не видел. Я не знаю. Я же объясняю. Вы же не слушайте. Проблема состоит в том, что мы, если мы, будем делить отрезы. Просто берем это рассуждение и переносим в простую форму. Мы делим отрезы. Мы бесконечно его будем делить. И эту бесконечность мы не сможем переплыть. В этом состоит проблема. Нет. Нет. К опорием Зенона, просто если ты просто делишь вот так отрезок берешь и просто делишь, к опорием Зенона не имеет отношения. Это и есть. Ахиллес сначала половину расстояния пробежит, потом еще половину. Там же есть время, ты забываешь. А отношения... Время тоже есть, да. Но тем не менее, все равно процесс деления бесконечный. Все равно точно так. Просто у тебя и процесс деления пространства и процессы времени бесконечный. Правильно. А отношения их конечно. Вот и все. Да. В этом только современное решение парадокса Зенона. То есть 18 веке. Раньше, чем Гегель. А у Гегеля все еще имелась проблема. И для Зенона являлась проблемой. Все это называли дурной бесконечностью. А математика с ними работать умеет с этими дурными бесконечностями. Там теория чисел позже была создана. В конце 19 века. Там такого нам придумали в дурной этой бесконечности. Такого-такого. Такого-такого. Что даже и смотреть страшно. А вот карту скатается вещь в себе. Нет. Нет. Но это очень важно, что у тебя аргумент бесконечности, который был для философов Жупев. Который видел бесконечность, тот же. Бесконечность! Держим отсюда дальше. Он не является проблемой на самом деле. Как и понятие. Как я и пытаюсь приписать. Меня Балак в этом убедил. Что Игорь все-таки не считал этого Канта идиотом. Я просто Ницше считал идиотом. Ницше считал Канта идиотом. Согласен? Я читал. Я не знаю. Я читал это. Ницше конкретно считал. Как вы говорили. Как немцы могли держать вокруг себя такое божество. Так называемое, как Канта. Да. Да. Он считал Канта идиотом. Ну. Все. Будем включать? Нет. Просто второй разговор. Ну, допустим, с Соколей и Зеной справились. Действительно. Там вопрос о том, что для древних была проблема с бесконечностью. Да. Вплоть до Гегеля, да. Вплоть до Гегеля. Это было жутилом определённым. Существует еще вторая проблема, связанная с делениями. Я же сказал, что вот итерации деления мы никогда не завершим. Почему? Потому что эта бесконечность может её не преодолеть, не переплыть. Там ту бесконечность может переплыть. Да сколько уголок? Сколько уголок? ПоSO что не можем, не можем. Понятие предела... Понятие предела... Понятие предела, оно и в том состоит, что ты до него указан больше дойти. У тебя есть понятие предела. Я еще раз говорю… Вот у тебя тоже есть итерации, ты опять делишь, делишь, делишь все, но ответ, идет это дело к какому-то пределу или нет? Для Гегеля понятия предела не было. Я согласен, просто я хочу сказать, что математика, вот эти все проблемы, они запрятаны в ее аппарат. Они запрятаны в сети бесконечности просто. Математика работает с этим бесконечностью. Она не пытается обосновать, что можно с ними работать. Она просто согласилась, что это так. Так вот и получается, что у Кантовской речи это путь к новой логике, понимаешь? А мы все болтаемся с старой гостей Гегеля и никуда не можем выплыть с ней. Да, да, это он правильно сказал. Да, я понимаю, причем вещь в себе это обыкновенное понятие. Вот как с опорями Зенона, все то, что Судигар же теоналогию проводят. А вещь в себе и вообще никакого отношения к опорям Зенона не имеет. Это просто обыкновенное понятие, но можно сказать вещь в себе, можно сказать потустороннее. Математическая логика решила опори Зенона, философская логика не могла. Так же и с Кантовской вещью в себе. А что там решать, там проблемы нет? Если мы отбрасываем это, как Игорь говорил, что я... Ну я не знаю, отбрасываем или нет, как Дегель это отбрасываем, что это неконструктивно, что нам это не нужно. То все, мы никуда не придем, как с опорями Зенона. Валя, это просто глупо кого-то разговорить. Там никаких проблем нет. Это вопрос выбора. Например, у тебя есть понятие Бог есть, у другого понятия Бог нет. Ну хорошо, ладно, пусть согласим, что это вопрос выбора. Это вопрос выбора. Хочешь, занимайся. А вопрос выбора между бесконечностью и небесконечностью, это вопрос выбора или вопрос действительности некой? Ну вообще, так говоря, если ты вспомнишь проблему математики, проблему обоснования математики, там она сейчас состоит в том, что не смогли обосновать математику. Это другое совсем. И вопрос, нет, там вопрос связан был с актуальными бесконечностями, что нельзя вводить актуальные бесконечности. Нет. Это парадокс Желса. Желса, парадокс. Вот есть эта теоретика множественное введение этого, как это называется, теории множеств. Ну, есть теории множеств. Там в теории множеств, как вроде казалось, все гладко, а на самом деле возникает парадокс. Эти парадоксы, есть проблема, эти парадоксы в частности считаются, что возникают из-за того, что там допускается актуальное бесконечности. Нет. В частности, есть другие тоже проблемы. Что значит актуальное бесконечности? У тебя есть совершенно другая вещь, у тебя есть понятие мощности. Понятие мощности. В общем, существует, я просто проясняю, что и чисто внутри математического. У тебя есть понятие, понятие мощности множества. Есть понятие мощности. Я раз говорю, существует и внутри математический, а ты просто послушай смысл. Все понятно. Присоединяется внутриматематическим проблемам, которые мы даже, может быть, сейчас не знаем и не видим. Доверять тому, что у нас есть математика, и она что-то обосновала, это на самом деле тоже вещь небезопасная. Ну вот раньше была философия этим занималась, у него возникли проблемы. Эти проблемы математически решены. Сейчас внутри математики эти же проблемы где-то есть, понимаешь? И поскольку математику нельзя обосновать строго, поскольку внутри математики эти проблемы вдруг возникли в теории этого множества контора. Возникли эти проблемы. И непонятно, где еще они могут всплыть. Понимаешь? Вот что вопрос стоит. Эти проблемы постоянно будут возникать. Осталось только показать, что именно это та самая проблема, которая возникает в полном хапулинг-зеново. Что проблема современной математики там... Это сложно, согласен. Наверное, это сложно. Ну, а я даже говорю, что это совершенно не так. Что те проблемы, которые думали древние, в том числе гигали, связанные с аппорем Зенона, к проблематике современной математики не имеют никакого отношения. И к проблематике такие же проблемы, связанные с аппорем Зеномим, noch не имеют никакой отношения? И к проблематике их бесконечности, на которой они рассуждали, и которые боялись как чумы, тоже не имеет никакой проблемы. они не боялись, ничего не боялись просто. Просто они не знали, что такое чума, поэтому они не так боялись, они не боялись его сибирской язвы. Просто они считали, что... Знали бы, что такое чума, просто еще. Кроме логических проблем, были же еще другие проблемы. Числа, например, там... Диагональ квадрата была неизмерима. Это была проблема? Потом сталбились проблемы, там какие-то еще будут чисто математические проблемы, потом будут решены. Эти проблемы, они не являются нерешаемыми в принципе. Почему? Они когда-то решаются. А есть, а вещь себе, как она обводится, во-первых, это не проблема. Другое дело, что она это, тоже не решает. Когда мы философией настречаем дело с бесконечностью, с некоторым, то бояться не стоит. Если это бесконечность связана с самой сутью дела. А если это бесконечность связана с рассуждением, непонятно. А почему возникает это бесконечное рассуждение? В чем смысл-то? В чем смысл-то и бесконечность рассуждения? Бояться, то есть, не следует. А кто ее боится? Я не знаю. Я не понимаю, в чем это. Философия классическая. Как она боится понятия вещь себе, так она боится и... Понятия вещь себе она не боится. И бесконечность она же смело ее формулирует. Вопрос состоит в том, что это является возражением. В философии это является возражением. Может математики не является? Боится, играется возражением, какая разница. Это разговоры слова. Хорошо. Философия это является возражением. Появление вещи в себе и трудной бесконечности из два самых распространенных возрождения философии. То время как... Если бы не было этих возражений, никакая математика никуда бы никогда не двинулась. Если бы не формулировались четко проблемы, они бы никогда не решались. Благодаря тому, что философия сформулировала, кроме бесконечности, много еще других всяких проблем. Несоизмеримость, диагонали, квадраты и так далее. Ну, я сомневаюсь, что философия такую проблему сформулировал. Все-таки вопрос несоизмеримости, диагонали и квадраты... Вообще, это философия принадлежала все, что только касалось мудрости. Ну, тем не менее, она никогда не была философской идеи. Была философская проблема. И у Платона несоизмеримость, а у всех есть. И Аристотель занимается, и ей занимаются. Да, метафизика. Все ей занимаются. Просто это проблема частная, но вот есть такая несоизмеримость. Потому что все в основном занимались больше рассуждениями, конечно. Потому что с определенного момента философии начали называть то, что касается рассуждений. Ну, в общем, все, да?